МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Один человек погиб на пожаре, который произошел сегодня ночью в магазине «Универсальный» в 23-м микрорайоне. По предварительной версии возгорание произошло в результате короткого замыкания в электросети. Только 15 сельскохозяйственных кооперативов из 73-х начали продавать свою продукцию. О причинах низкой эффективности говорили на аппаратном совещании в областном Акимате. От теории к практике. Молодежный ресурсный центр Караганды начал проводить встречи со студентами, на которых обучают использовать новый казахский алфавит, основанный на латинской графике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один человек погиб в результате пожара в магазине «Универсальный» в 23-м микрорайоне Караганды. Сообщение о пожаре поступило в ночь на 8 ноября в 3.30 ночи. На момент прибытия пожарных происходило горение на площади 15 квадратных метров. Из подъезда было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей. На ликвидацию пожара потребовалось не больше получаса. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. На момент прибытия первого дежурного караула происходило горение вещей и мебели на площади 15 квадратных метров в подсобном помещении магазина. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация жильцов. Из двух подъездов всего было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Сейчас личность его устанавливается. Пожар был ликвидирован в 4 часа 15 минут. В тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц техники. По предварительной версии, причина пожара электротехническая. То есть рассматривается версия короткое замыкание из-за перегрузки электросети. Буквально за несколько часов до пожара специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям призывали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. 22 человека в Карагандинской области погибли на пожарах с начала года. Среди них 5 детей. Такие данные привели спасатели на специальном брифинге. Встреча была посвящена пожарной безопасности в отопительный период. Из полутора тысяч пожаров, зафиксированных с начала года, подавляющее большинство произошло в жилом секторе. Их жертвами стали 22 человека. Среди них 5 детей. Такие данные привел начальник управления Бауржан Бадалбаев. В сравнении с прошлым годом количество пожаров возросло на 15%. В прошлом отопительном сезоне в регионе произошло 687 пожаров. Из них 572 в городе, остальные 115 в селах. Материальный убыток составил около 40 миллионов тенге. В целях повышения противопожарной культуры населения сотрудниками гражданской защиты на постоянной основе проводится агитационно-разнесительная работа. Это и раздача листовок, и проведение интерактивных уроков в школах. Специалисты заявляют, что благодаря этим мерам удалось на 20% сократить количество пожаров. Если смертельный угас образовался или попал в помещение ночью, когда вы спите, вероятность не проснуться никогда очень велика. Как вы уже знаете, в прошлом году у нас целыми семьями люди не просыпались от отравления угарного газа. То есть во избежание всех таких случаев в этом отопительном сезоне, еще раз пользуюсь случаем, то есть через средства массовой информации призываю всех граждан нашей области относиться к печному отоплению, как к теплу, ну как и к определенной опасности, которая может подвергнуть ваш дом как пожару, так и от отравления угарного газа. Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели также рекомендуют приобрести бытовые сигнализаторы газа. Данный шаг обезопасит людей от скопления газа в помещении и поможет вовремя устранить утечку. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лишь 15 сельхозкооперативов из 73 созданных в Карагандинской области за два года реально начали продавать свою продукцию. На аппаратном совещании Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов потребовал объяснить, в чем причина столь низкой эффективности. Источником проблем названа нехватка оборудования и плохая организация работы. В 2016 году было создано 17 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в 2017 – 56. Но на сегодняшний день только 15 кооперативов из пяти районов начали реализовывать свою продукцию. Ими уже реализовано 631 тонна молока и 77 тонн мяса. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил заместитель Акима области Серик Шайдаров. Он также озвучил причины низкой эффективности. Причина здесь – неорганизованная работа по получению учетных номеров, сдача отчетности, а также отсутствие необходимого оборудования. Здесь надо Акимам очень серьезно поработать. Какой район можете назвать? Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поручил подчиненным взять этот вопрос на особый контроль. Он заявил, что необходимо не количество этих кооперативов, а качество их работы. На совещание не обошла вниманием и тема цен на продукты питания. Серик Шайдаров сообщил, что цены на картофель в регионе стабилизировались. Продают от 55 до 105 деньги картофель сегодня продают. То есть в зависимости от качества. Две ярмарки по 75 продавали. В эту субботу в 8 городах провели ярмарки. Тоже цена темиркаус на районе. Я был цены очень хорошие. От 70 до 80 деньги продают картофель. Что касается цен на остальные продовольственные товары, то в октябре отмечается рост. В частности, рост цен на куриные яйца на 27,4%. Огурцы на 17,9%. Помидоры на 12,4%. Но наблюдается и снижение цен. Подешевели капуста белокочана на 8,5%. Морковь на 6,9%. Лук репчатый на 6%. Крупа гречени на 3,9%. И сахар на 2,5%. Это отразилось на индексы цен на продовольственные товары в октябре. И он составил 101,7% за месяц. Что выше на 2,7% пункта, чем в предыдущем месяце. Основные меры по сдерживанию цен, которые предпринимают власти, это формирование стабилизационного фонда. Сегодня здесь заложено более 700 тонн картофеля, 100 тонн моркови и 100 тонн лука. Свою лепту вносят и сельскохозяйственные ярмарки, на которых фермеры представляют свою продукцию в среднем на 10% дешевле. Кстати сказать, последняя осенняя ярмарка в областном центре пройдет в предстоящую субботу, 11 ноября. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Успей закупиться в магазинах «Скиф» с 6 по 19 ноября. Цыпленок табака «Акнар» 1 килограмм 679 тенге. Сервелат «Дас» 1 килограмм 1175 тенге. Крупогречневая «Царская Павлодарская» 700 грамм 249 тенге. Чай «Пиала Голд» 25 пакетиков 159 тенге. «Скиф» просто сравни цены. К другим новостям. Студенты карагандинских колледжей активно поддерживают переход казахского алфавита на латинскую графику. И не просто поддерживают, а уже пробуют его использовать. В многопрофильном колледже Караганды состоялся интерактивный тренинг. Студенты Карагандинского многопрофильного колледжа не просто высказываются в поддержку перехода казахского алфавита на латиницу, а пробуют внедрять его в свою повседневную жизнь. Организаторы интерактивного тренинга презентовали новый алфавит казахского языка, а после презентации организовали игры. «Основная задача нашего тренинга – это сформировать позитивное отношение к новому алфавиту среди молодежи, снять какие-либо барьеры психологические и иные по восприятию нового алфавита. Именно показать, что использовать новый алфавит несложно, а наоборот даже увлекательно. Проводя данный тренинг, мы преследуем также цель популяризации казахского языка через популяризацию латинской графики. То есть мы выполняем одну из целей собственного введения латинского алфавита – это популяризация изучения казахского языка». Студенты, разделившись на группы, писали слова и целые фразы, используя латиницу. Стоит отметить, что карагандинское студенчество с энтузиазмом поддерживает переход казахского алфавита на латинскую графику. По мнению молодых людей, данная языковая реформа откроет Казахстану новую веху в развитии. «Я поддерживаю решение нашего президента по переходу с кириллица на латинский алфавит, так как думаю, что это нам даст новый толчок в развитии нашего государства. Я поддерживаю решение нашего президента по переходу с кириллица на латинский алфавит, так как думаю, что это даёт толк в развитии нашего государства». «Я лично сам поддерживаю эту идею о переходе с кириллица на латиницу, так как я считаю, что так будет даже удобнее, то есть в сфере компьютерной техники, да и в документациях, то есть это, я считаю, что так будет более удобнее». Также было отмечено, что переход на другой алфавит – явление небыстрое, а значит, есть время для детального изучения. Со следующего года планируется начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Полностью казахский алфавит в латинской графике будет введён до 2025 года. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. Более полусотни жителей Карагандинской области приняли участие в отборочном туре конкурса ораторского искусства «Даналар Сюзе Ахалдын Кюзе». Конкурс посвящён 350-летнему юбилею Хазбекби. Три лауреата получат путёвку для участия в республиканском конкурсе. На сцене молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Это и школьники, и студенты, и педагоги, и государственные служащие, и представители культуры. В стены государственного университета их привело одно – любовь к казахскому языку и ораторскому искусству. Претенденты со всей Карагандинской области принимают участие в отборочном туре республиканского конкурса ораторского искусства, посвящённого 350-летию Каздаусты Казбекби. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках празднования 350-летнего юбилея Казбекби. Это отборочный тур для участия в республиканском конкурсе. На участие в конкурсе поступило более 50 заявок. К сожалению, не все приняли участие. Всего подготовлено порядка 30 выступлений. Это мероприятие проводится в целях расширения сферы применения государственного языка, повышение языковой культуры, пропаганды ораторского искусства и ораторского наследия Казбекби. Среди участников – студентка Карагандинского государственного университета Аяулы Манатова. Конкурс проводится на высоком уровне. Все участники очень хорошо подготовились. Поэтому я рассчитываю свои силы так, что для меня даже третье место будет большим достижением. Жюри оценивает конкурсантов по нескольким критериям. А именно использование архаизмов, содержательность мысли, ораторское мастерство, соблюдение норм литературного языка и стилей языка, актерское мастерство. Три лауреата примут участие в очередном туре республиканского конкурса. Кроме того, участники будут награждены дипломами и денежными призами. Андрей Тензас, Улан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Три гран-при завоевали участники международного конкурса КСГ-АУН из 92-й Карагандинской школы-гимназии. 11 стран принимали участие в детском форуме творчества, который проходил в Астане. Россия, Узбекистан, Киргизия, Армения и другие страны выставили своих лучших маленьких исполнителей. 9 учащихся 92-й школы-гимназии на равных боролись за призовые места в конкурсе КСГ-АУН. Все привезли медали достоинством не ниже золота и серебра. Вокалисты-чтицы показали свое мастерство и немало удивили членов жюри. Поэтому так торжественно встречали конкурсантов в родной школе. Одно из трех гран-при, привезенных в Караганду, завоевала Саним Шарипова, ученица 11-го класса. Она мечтает о серьезной карьере вокалиста. Это традиционный международный конкурс, который проходил в Астане. Я стала обладательницей гран-при. Мои соперники продемонстрировали отменную подготовку, поэтому я до последнего не верила в свою победу. После моего выступления жюри еще раз прослушали минусовку. Они подумали, что я пою под фонограмму. В будущем я мечтаю стать певицей. В третий год существует международный конкурс. И третий год учащиеся 92-й школы гимназии с успехом на нем выступают. В гимназии активно работает кружок художественного чтения. Четвероклассник Бегжан Мажит с первого класса здесь занимается. На конкурсе он читал монолог «Брошенный ребенок». Это был своеобразный моноспектакль. Жюри высоко оценило его выступление, и Бегжан получил гран-при. Я участвую в конкурсах выразительного чтения с первого класса. Ранее я уже становился обладателем гран-при конкурса «Музыка Эллина». Мне очень понравилось стихотворение, которое я читал. Оно очень вдохновляющее. Честно говоря, победа была неожиданной, ведь мои соперники показали отличные выступления. Заместитель директора 92-й гимназии по воспитательной работе Шалпан Алиева отметила, что радует тот факт, что ученики гимназии занимают призовые места в столь престижном конкурсе и оправдывают труд своих учителей. Культура и искусство прививают детям вкус к прекрасному. Учат принимать мир через призму красоты. Я преподаватель с 50-летним стажем. У нас в школе работают кружки выразительного чтения и драмы. В них принимают участие более ста учеников. За последние годы мы ни разу не возвращались с различных конкурсов с пустыми руками. Мы смогли привить нашим детям любовь к поэзии, ведь поэзия учит тянуться ко всему прекрасному. Ученики гимназии намерены и в следующем году принять участие в международном конкурсе и привести победных регарий не меньше, чем в этом году. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С минимальным счетом 2-1 карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» победил одного из лидеров чемпионата клуб «Сканева» из Санкт-Петербурга. Несмотря на прогнозы хоккейных аналитиков, которые предрекали победу питерской команды, карагандинские хоккеисты проявили настоящую волю к победе. В первом периоде чаще атаковали карагандинцы. Раз за разом они угрожали воротам гостей, но голкипер петербургской команды весь первый период держал свои ворота вне прикосновенности. Ситуация не изменилась и во втором игровом отрезке. Хозяева постоянно атаковали, но шайба упорно не хотела залетать в ворота. В одной из атак резиновый снаряд попал в перекладину. Чтобы понять это, понадобился видеопросмотр, который и показал, что шайба все-таки не пересекла ворота гостей. В третьем периоде игра немного выровнялась, хотя самый опасный момент все равно создали игроки-сарарки. Счет был открыт на 52-й минуте, отличились гости 0-1. И лишь за 23 секунды до окончания основного времени карагандинцы выровняли счет. Но для этого им пришлось поменять вратаря на шестого полевого игрока. Решающую шайбу в основное время забил Дмитрий Орлов 1-1. В овертайме обе команды могли несколько раз закончить матч, но все-таки игра перешла в серию буллитов, где единственный точный бросок нанес Даниил Ердаков. 2-1 победа сараарки. Скажу, получился очень интересный матч. Мы играли против сильной команды, честно скажу. Если сравнивать с кем мы играли, да, действительно одна из лучших команд. Первые два периода у нас пришлось в обороне играть. Ну, такой честный план был, потому что знали, что Сарарк очень здорово играет в атаке, в контратаке, поэтому мы немножко сделали акцент на оборону. В третьем периоде игра выровнялся. Будем говорить, если сравнить вот нашу домашнюю серию, тут приехал что-то в лидер, но я думаю, мы ничего не уступили команде соперника. Думаю, ни в чем. Там скромность убрать, наверное, получше выдают. Два периода действительно, там, наверное, получше выдают. Один вопрос, два вокруг. С таким мастерюги в команде столько моментов. Столько моментов. И не забить это, конечно, просто удивительная вещь. Удивительная вещь. Ну, все-таки, наверное, за старания и за смоответу. Господь Бог вернулся к нам за два секунда, конца, он забил его. И победили два очка. Взяли еще раз, врачу, Сергей Александрович, великолепная команда, ребят, молодые. Стараются попасть в большую команду с камбой. Свой следующий матч карагандинцы вновь проведут дома. 9 ноября они будут принимать второй питерский клуб. Динамо. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 9 ноября компания Караганды-Су будет производить ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение будет временно прекращено на Юго-Востоке. Это микрорайоны Гульдер-1 и Гульдер-2, а также дома на улице Муканово с 57 по 59-й Б. Компания Караганды-Су рекомендует жителям города иметь суточный запас питьевой воды. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубонстер. Субтитры создавал DimaTorzok